Еще вот у кого вот интернет-магазины, есть плюс или минус? Вот сейчас об условиях... Здравствуйте, Михаил, можно маленько поговорить? Меня слышно? Да, да, слышно. Ага, спасибо. Всем участникам большой привет из Сибири. Я бы хотел, знаешь, что, Михаил, ну, если можно, конечно, замечание, в каком плане? Тезисы, которые ты изложил, они все правильные, да? Но как бы вектор размышлений идет в сторону создания какого-то клуба, какой-то клубной модель. Я все-таки думаю, что нам нужно более конструктивно и в прикладном плане рассмотреть ситуацию. И рассмотреть, скорее всего, надо будет собирать мнения участников, именно, а потом аккумулировать их и какой-то делать синтез предложения. Меня слышно нормально? Да, слышно нормально. Сергей, работа ведется. Создана инициативная группа. Нет, я еще не закончил, Михаил, извините, пожалуйста. Да, без проблем. Я думаю, что перспективно, да, вот не случайно вопрос был задан по интернет-магазину. Вот эта цепочка от производителя до потребителя, конечно, ее, безусловно, надо сжимать. На сегодняшний день те, кто в рознице начинает работать по оптовым ценам, либо опт открывает свою розницу, за всем за этим стоит единственное, ну, сократить вот эту цепочку, укоротить ее. Потому что в чистом виде оптовой компании им очень тяжело выживать, так же, как и в чистой рознице. Потому что вот этот, нету этой запаса в марже уже. Поэтому, мне кажется, надо попробовать монетизировать то, что у нас есть вот такая организация, такое объединение, которое вы создали за эти годы. Монетизация должна пройти, ну, например, создаем онлайн-площадку торговую по образцу Яндекс.Маркет. Сюда мы заходим со своими либо интернет-магазинами, либо со своими складами, но кто с чем может. И мы ее купируем, то есть она как бы не будет бесконечной. Яндекс.Маркет может работать с любой. Заходи, плати деньги. Вот если вы хотите именно сохранить то, что у нас сейчас есть, мне кажется, надо все-таки смотреть на онлайн-пространство. Это перспективно. И в этом плане, я не знаю технически, насколько это возможно и сколько это надо будет денег развиваться в этом направлении. Тогда у нас все... Естественно, розница не закрывается. Здесь будет обязательно синтез оффлайн-торговли и онлайн-торговли. Это синтез, потому что у нас товар деликатный. И тогда это будет работать. Тогда вопросы и с арендой, и все остальные будут решаться как бы... Сами с тобой. Спасибо. Да. Значит, ну Сергей, значит, это предложение, которое ты озвучил, хорошо изложил Анатолий Васильевич. У него есть такое предложение. Поэтому, о чем ты думаешь, это как бы вносится в воздух, и, видимо, такая потребность есть. Но ты правильно сказал, как туда вписать розницу, потому что без плановой розницы такая структура будет ей сильно большой конкуренцией, да. Но это не очень выгодно ни нам, как журналу, что розница будет умирать, ни... Я не думаю, что розница будет умирать, ни... Поэтому, как идея, да, она абсолютно здравая, и надо ее обсуждать. Как создать свою идею, как создать... Как трудно ангелы. Как трудно ангелы. Объединив туда страны сильных, что не всех. Вот это тоже инструмент определенный. Я записал это вот для обсуждения. Конечно, вот это... И то, что я начал говорить, то, что мы уже создали... Мы создали инициативную группу для того, чтобы в узком кругу, не вот на птичьем базаре, а в узком кругу сначала обсудить идеи, обкатать их для того, чтобы потом всем вам, конечно, дорогие, эту идею уже преподнести в более оформленном виде. Там не может быть много людей, поэтому я извиняюсь, кого, может быть, не пригласил. Здесь есть и приглашенные. Мы там будем в течение, я думаю, до 15 мая обкатывать эти предложения, чтобы выйти уже на более широкую аудиторию. Поэтому всему свое время. Там мы как раз будем обсуждать и те предложения, которые вот Анатолий Васильев или Сергей ты предлагаешь. Ну, так что это вот всему свое время. Так, теперь я включу звук. Я хотел про интернет сказать. Сначала вот спасибо, что ты собрал все, как бы, Миша. Очень-очень ценное вот это, то, что делается сейчас. Не воробьетам мы. Да. И вот интернет, хочу сказать, у нас как бы там Vibers и Ozone мы торгуем. Да, у нас товары есть там. И очень сильный спад, потому что, ну, где-то 80% спад по бренду именно USPOL. Потому что основой сегмент, и люди, в принципе, как то, что дорого читать, покупают. Но, а мы сделали 45% скидка и вышли рекламу на Инстаграм. И у нас рост продажи, это 70% за два дня. То есть скидка, в принципе, 45% это неударно для нас, потому что он как бы закладывается для Vibers, для Ozone изначально. Она не, то есть мы не делаем скидку больше, чем нужна. Это 35-40% у нас и так заложено, это для интернета. И мы сейчас делаем это 45% и интернет, реклама, она очень хорошо заработала. То есть Инстаграм хорошо заработал, потому что люди сидят в Инстаграме сейчас. Оттуда мы дали ссылку сразу на Vibers и Ozone. Хорошо. Ну, это вот то, что работает Инстаграм, вот, ценно. А то, что люди уходят на Vibers, покупая, может быть, для поставщиков хорошо, для розницы, для магазинов это плохо. А мы хотим все-таки сохранить розницу нашу, оффлайновую, чтобы она трансформировалась в пожелание. Поэтому они должны уходить не на Vibers, а на нас должны уходить. Я согласен, только это агрегатор уже другой уровень. То есть это догонять пока сложно будет. Значит, я по поводу торгового центра еще хочу сказать. У меня то есть некая информация. Я нахожусь в общем. Вот последние две недели в основном группе торгового центра, они начали как бы отказаться. То есть, ну, они отказываются, как бы аренду не принимать. Они начали писать письмо о том, что там переносится 2-3 месяца на следующий год, потом будет оплачиваться, начиная с 2020 неоплачено, будет 50% кладываться на сверху. И таким образом будет оплата. То есть, по закону, то, что идет сейчас, можно не оплатить, ну, то есть как форс-мажор. По идее, там суд может, это как раз юридические точки зрения, суд может там не считать правильным торговым центром. Не факт. То есть это не факт, что вы не можете оплачивать. Поэтому здесь как бы все индивидуальные порядки действуют. Но они, все торговые центры сейчас объединяются друг с другом. Они информацию поделяют против арендаторов, скажем так. То есть то, что мы сейчас как бы общаемся, у них то же самое, как внутреннее вот это собрание есть. И они обсуждают, как лучше поступать, чтобы в одном голосе всем поступить. Ну, я разговариваю. Да, ну, всем спасибо. Значит, смотрите, кто-то мне присылал ссылку, вот вы говорили на агрегатор, агрегатор Valboris и так далее. У нас свой агрегатор. Кто-то присылал ссылку на Dodo Pizza. Как человек сам организовал, помимо Яндекса и так далее, свою доставку там и очень успешный. То есть можно совершенно спокойно бороться с такого рода конкуренцией, конкурировать очень эффективно. Поэтому, ну, надо думать тоже. Я сброшу на Фейсбук тогда просто, раз вы не знаете. Анатолий, да? Анатолий. Не надо так. В смысле? Ну, эти аргументы, давай будем все-таки так уже лояльно. Лояльно к кому? Ну, да Dodo Pizza не может являться здесь для нас, говорить, что это абсолютно элементарно просто. И вот, ребята, вы тут что-то как-то немножко не понимаете, как вам организоваться. Это не подход, Михаил, извини. Нет, ну что значит не подход? Вот есть какой-то опыт, да? Хорошо, давай я объясню свою, у меня работаю с этим. То есть у меня есть розничный магазин в огромном торговом центре, он сейчас закрыт. У меня есть интернет-магазин, у меня есть Инстаграм, которые плотно работают. И все это работает. Смотри, в Инстаграме есть определенные цены. То есть человек уже объяснил, да, 45% заложено там. Мы, допустим, даже давайте представим, что мы договорились, что мы не платим аренду, да, и мы можем сделать скидку. Но у нас, тем не менее, могут по аренде, опять же сказал вот сейчас Амар, Амур, у нас аренда на сегодняшний момент ни у кого, ну, за исключением тех, кто разумно построил, скажем так, свою политику и написал арендаторам заявление о расторжении, то есть предупредил их о том, что манипуляции с ними не будет, что я, в принципе, сейчас рекомендую. Ладно, это отдельный уже разговор. То есть, понимаешь, идет манипуляция, то есть аренда действительно сейчас у всех повисла, и всем говорят так, подождите, да, давайте посмотрим, а что у нас будет. Нет, и будет, и будет, это будут отсрочки, потому что там работают юристы, там действительно объединяются, то есть я сейчас немножко сумбурно говорю, потому что вопрос меня на самом деле зацепил, Миш, это вот это как раз, вы не дорабатываете в плане доставки, дело не в этом, потому что, поймите, сидят люди, они заходят, естественно, на огромные агрегаторы, они заходят на Валверис, и что они видят? Они видят скидку 45-50%. То есть, если я закупаю фигураты, два слова скажу. Аня, меня слышите, да, коллеги? Да. Ну, во-первых, я хочу действительно поблагодарить Михаила, это, в общем-то, уникальный формат, который вот он... Второе, наверное, надо поздравить с днем рождения у нее с прошедшим, да. Мы ее давно знаем, любим, да, и ее, как бы, обеспокоенность понимаем. Что я хотел сказать, коллеги, это даже не касается предмета нашего бизнеса, наверное, надо понимать, что сейчас здесь 80 человек, и у всех интересы разные. То, что Илона считает, убьет ее, для кого-то это благо. И наоборот, здесь, наверное, надо понимать, что мы очень разные, и у нас разные каналы сбыта, которые имеют разную емкость, разную направленность, можно. Поэтому давайте как бы все-таки терпимо относиться. Михаилу, я ничего иного не хотел показать, кроме того, что наши усилия, мы войдем в какие-то коллаборации. Нас действительно не так уж мало, 80 человек, я понимаю, что маты сотрудничества, понятно, которые мы приниматели, но даже если 8, 10, 15 человек смогут найти общие интересы, и таким образом получат шанс выживать, мне кажется, это будет замечательно. Поэтому вот на этом пространстве, вот на этом пестром одеянии, которое сейчас мы видим в экране, мне кажется, это большое будет счастье, огромная заслуга Михаила и фигурации, нашего взаимного спасения, нашего варианта. Надеяться на то, что мы сейчас выработаем единую таблетку или найдем какой-то юридический ход, который на арендодателе, ну, это иллюзии, наверное. Это иллюзии. Поэтому, конечно, общие такие, скажем, собрания нашего профсоюза, они, конечно, необходимы, но здесь надо понимать, что мы действительно очень разные. И я понимаю, что есть люди, которые могут выстроить замечательные цепочки, используя свой опыт, связи, свои товарные запасы, свой интеллект. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно, кроме общих обсуждений, еще найти вот какие-то такие мини-коллективы, которые могут быть эффективны. И последнее. Я хотел обратиться ко всем, что меня вот действительно в нашем социуме сильно удручает. Мы все такие молчуны. Вот я параллельно, как многие из нас, зарегистрированы еще в одной социальной сети про капиталист, где производственники. Вы знаете, там какой жар стоит? Обсуждение, активность. Конечно, там иногда доходит до обид, до оскорблений, до каких-то интриг. Но нас на самом деле-то больше. Но я вижу, что мы такие как бы заторможенные. Что-то нам мешает войти в такой активный диалог для того, чтобы обмениваться мнениями, для того, чтобы решать какие-то проблемы, которые бы нас действительно двигали. Вот я не знаю, почему мы немножко, да не немножко мы вообще заморожены. Заморожены в этом отношении. А ведь я вот вижу, действительно, это колоссальный фактор. Нас так много, и мы такие разные, с сумасшедшим опытом, с разных территорий, с разной историей бизнеса. С разных, как бы, рынков. Поэтому я бы попросил, что давайте мы будем более активны. Я понимаю, я человек ненаивный, что, наверное, 80 человек мы не можем все в одну дудку дудеть. Но если какой-то костяк сформируется, это будет уже замечательно. Потому что обращаться, что один Михаил поднимет это объединение, там, или союз, как угодно можно называть. Я думаю, этого не получится. Несмотря на его там колоссальную и неуемную энергию, здесь все-таки мы должны своей активностью поддерживать вот этот формат дискуссии. И меня нисколько не пугает, если будет такая декомпозиция, мы разделимся по интересам, потому что действительно найти варианты исключительно, которые нас всех будут устраивать. Я думаю, так и иначе мы будем входить в какие-то коммерческие... Спасибо. Спасибо.